Всем привет! Наконец-то наступает праздник наурыз и я спешу поделиться с вами вкусным рецептом баурсаков. Всем большой привет из Казахстана! С наступающим праздником! В миске соединяю сахар, соль, дрожжи, перемешиваю сухие ингредиенты и вливаю молоко. Вливаю воду, все хорошо перемешиваю, только теперь я всыпаю соду, затем растительное масло, еще раз хорошо перемешиваю и добавляю просеянную муку. Добавлять всю сразу муку не спешите, я укажу под видео сколько мне потребовалось. Переносим тесто на доску и начинаем хорошо его вымешивать. Муку больше не добавляйте, продолжайте вымешивать в течение 10 минут. Тесто отлично собирается в комок, очень податливое, мука мне больше не понадобилась, оно должно оставаться очень мягким и слегка липким. Кладу тесто в чашку и оставляю на пару часов, оно отлично поднимается. Доску я немного припыляю мукой и выкладываю подготовленное тесто. Раскатываю круг примерно толщиной 1 сантиметр. Вырезаю кружочки, можно воспользоваться обычным стаканом. Тесто, которое остается, также его раскатываем и вырезаем кружочки. Накрываю сухим полотенцем и оставляю еще на расстойку на 20-30 минут. Пока тесто подходит, в казан наливаем растительное масло, масло не жалеете, баурсаки должны свободно плавать, не касаясь дна. Как масло хорошо раскалится, опускаем в него подготовленные баурсаки и жарим, постоянно помешивая до золотистого цвета. Еще горячие баурсаки подаем к столу, угощаем знакомых и родственников. Получаются они пышные, очень мягкие и внутри пористые. Рецептом поделилась бабушка, рецепт проверенный, всем советую приготовить. И всем желаю приятного аппетита!